Всем привет! В этом видео инструктор по дрессировке Дмитрий Кайнов расскажет о команде Touch в ладонь и как по аналогии с ней можно приучить собаку к поисковой игре. Поехали! Есть такой замечательный навык, который помогает нам в играх, он называется Touch в ладонь. Формируется этот навык точно так же в игровом формате и можно это сделать снова на нашем любимом шейпинге. Каким образом этот навык выглядит? Вот так. Сказали Touch, собачка воткнулась в ручку и удерживает ручку. Ручка двигается, собачка продолжает держать ручку. Еда здесь дергается, собачка продолжает держать ручку. Вот это выученный сформированный навык Touch в ладони. Каким образом мы формируем Touch в ладонь? Мы ставим собачку перед выбором. Есть пустая ладонь, если ты в нее воткнешься, то ты получишь клик-кусок. Отличный. Отличный. Вторым этапом мы постепенно начинаем растягивать удержание Touch в ладони. Из коротких тык-тык-тык мы начинаем формировать более удлиненные. Тык-тык. Как это выглядит? Кушай. Отличный. Кушай. Отличный. Кушай. Отличный. Браво. Через навык Touch в ладони мы можем научить собачку выбирать баночку с нужным целевым запахом из большого количества баночек. Например, целевой запах будет запахом корицы. По аналогии навыку Touch в ладони. Мы выставляем вот таким образом баночку и ждем, пока собачка сама тыкнется в эту баночку и занюхает ее. Здесь происходит клик, и мы выдаем кусок. Отлично. Постепенно баночку опускаем ниже. Отлично. Очень хорошенько. Для того, чтобы собака не сбивала банки, мы можем воткнуть их в обувь. Каким образом мы это делаем? Вот так. После того, как наша собачка умеет тыкаться в нужную банку, мы начинаем давать собаке возможность выбора из кучи банок. О, брат, отличная. Вот эта крутая была. Очень хорошенькая. Меняем местами. Браво! Очень крутая. Друзья, пишите в комментариях, что вы хотели бы знать о дрессировке и воспитании собаки. И мы снимем об этом видео. Спасибо за внимание. Пока-пока.